Помощь медиков, которых вместе с пожарным расчетом также вызвали на место происшествия, в итоге никому не понадобилось. Дым не успел настолько заполнить квартиры, чтобы вызвать отравление. Хотя те, кто попытались выйти в момент пожара в подъезд, изрядно перепугались. Открываю входную дверь и в лицо, знаешь, такой резкий поток дыма. Я дверь закрыл, думаю, ну, думаю, может, почту ящик подожду. Платок намочил на лицо, а строк второй раз вышел и начал пожарных вызывать. На пульт пожарной охраны вызов поступил не только от жильцов, но и от прохожих, которые оказались рядом с подъездом, когда оттуда начали вырываться густые клубы дыма. А это когда вообще все произошло, например, на востоке? Пожарство? Ну, востоке, где-то полчаса назад, наверное, парни позвонили. А позвонили они откуда? С мобильного куда? В пожарную звонили? С мобильного, да. А они же, получается, и заметили первые, да? Да, они мимо проходили, увидели дым, открыли дверь, а там этот, ну, огонь уже, и они сразу за дым позвонили нам. Горело, как оказалось, только возле подъездной двери. От детской коляски, с которой все началось в итоге, осталась лишь металлическая рама. По мнению жильцов, таким образом кто-то выразил свое недовольство ее хозяевам. Тем более, что их семью многие считают неблагополучной. Ну, да, знаешь, так мы живем в этой квартире, в которой живут, вот в этой квартире, там в соседней комнате, там на неделю чебурок плают, зарегистрации живут. Квартира такая не будет получена. Ну, ну, может, поэтому кому-то что-то не понравилось? Ну, вот, скорее всего. Намикнули, да? Не знаю. Так или иначе, но в результате и чьей-то акции протеста против конкретной семьи пострадал весь подъезд. Стены закоптились, а освещение надолго отключили. Продолжение следует...